Я буду вести только отчасти этот вечер и хочу вам сказать, что вот здесь справа от меня и слева от вас находится выставка, которую мы сделали, импровизированная выставка одного дня. Это выставка совершенно уникальных экспонатов, которые вы можете посмотреть, потрогать. Она уникальна еще тем, что это можно трогать и смотреть и листать. Это те самоздацкие сборники, которые и делал наш главный герой Борис Ямпольский. Это не только Слуцкий, но и другие авторы. Вот так примерно выглядел тот сам издат, который в 70-х и 80-х ходил в Саратове и произведен одним человеком. Тогда мы начинаем. Я даю слово литературу-веду, историку-литературу-библиографу Российской национальной библиотеки и человеку, который написал предисловие и комментарии к этой книге. И человеку, которого лично я считаю главным специалистом по Борису Слуцкому, если не в стране, то по крайней мере в Петербурге. Никита Елисеев. Спасибо большое. Ну, сразу должен поправить вас, Татьяна. Тут не один, конечно, и меня поддержит Алла Яковлевна, не один. Конечно, Борис Яковлевич Ямпольский делал эти книжки. У него был, можно сказать, кружок. В него входил и будущий литературный секретарь Бориса Слуцкого Юрий Леонардович Булдырев и врач-рентгенолог Нина Карловна Кахсазова. Вот. Собственно говоря, поэтому, если вы будете листать эти книжки, вы увидите, что они отпечатаны на желтой рентгеновской бумаге. Это та бумага, которая была у нее в кабинете. А переплетал книжки, ну вот, сам Борис Яковлевич Ямпольский. Но перепечатывались они и, как я понимаю, и Ниной Карловной, и Юрием Леонардовичем, и Борисом Яковлевичем. Ну, это Алла Яковлевна поправит. Значит, ну, что я... Прежде всего, вот эта небольшая книжка, которая сначала должна была называться «Мой Слуцкий» по названию эссе Цветаевой, как я понимаю, любимого поэта. И любимой писательницы Бориса Ямпольского. Вот. Но в силу всяких издательских вещей книжка была названа «Стихи». Вот эта книжка, ее судьба, которая связана с судьбой, ну, составителя. Ну, я расскажу немножко про эту судьбу, поневоле повторю то, что я написал в предисловии. Борис Яковлевич Ямпольский. Вот видите, надо было еще позже прийти. Мне мой друг, который на лекции свои опаздывает минут на 20, говорит, что приходить надо с хорошим опозданием, чтобы все собрались. Значит, Борис Яковлевич Ямпольский родился в 21 году в городе Астрахани. Потом его семья перебралась в город Саратов, где он и жил, учился, хорошо учился, писал стихи, рисовал. Рисовал настолько хорошо, что, если я не ошибаюсь, не заглядывая в предисловие, получил премию на каком-то всесоюзном конкурсе. Стихи он свои послал в Москву Алексею Толстому и Иосифу Уткину. Стихи эти понравились и тому, и другому. Они пригласили Борю Ямпольского, еще совсем отрока, подростка в Москву. Он общался и с Алексеем Толстым, и с Иосифом Уткиным. Оба написали ему рекомендации в Литинститут, и он собирался весной 1941 года, по окончании 10 класса, поступить в Литинститут. Но по окончании 10 класса он был арестован в Саратовском НКВД. Наоборот, это очень хорошо, значит, это очень хорошо, создает такой нормальный фон. Он был арестован еще в 10 классе. Саратовские чекисты, которые мы немножко спорили и с издателем, и с Аллой Яковлевой по поводу этой моей фразы, но я уверен, что это так. В общем, любой более-менее разбирающийся в политике человек в 1941 году понимал, что война неизбежна. Разные люди делали из этого разные выводы. Я думаю, что саратовские чекисты сделали такой вывод, что им надо изо всех сил показать, как они нужны стране. То есть, когда советский тыл в огне, то какие, собственно говоря, могут быть вопросы о отсылке их таких важных людей на фронт. Поэтому они открыли весной 1941 года мощную и разветвленную антисоветскую организацию, в которую входило несколько десятков человек – студентов, профессоров, школьников и так далее. Самое замечательное во всей этой истории состояло в том, что главой этой глубоко законспирированной антисоветской организации был назначен Борисовым Польским. На каком уровне велась следственная работа, я процитирую из документа, который я поместил в свое предисловие. Вот это вот, собственно говоря, документы саратовского НКВД. Руководящая роль Ямпольского Б.Я. в сколачивании вокруг себя морально разложившейся молодежи из средних и высших школ, в обработке ее в антисоветском направлении подтверждается следующими показаниями свидетелей. 16.01.2040 Ямпольский Б.Я. проходя по улице декламировал порнографические стихи Есенина. Неоднократно читал упаднические стихи Блока, Натсона и других антисоветских поэтов. Сам сочинил и повсюду читал стихи в духе Пушкина, призывающие к свержению советской власти. Товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена. Ну вот, за это все он получил лагерь. В лагере он уцелел, в общем, чудом. Сначала он заболел очень серьезно, его поместили в санчасть, а в санчасти врач его оставил. Это довольно любопытная такая история. Врач оставил Бориса Ямпольского в санчасти потому, что этот врач читал повести московского писателя Бориса Ямпольского. Чёсткий однофамильца, вот этого самого Бориса Ямпольского, и решил, что вот это вот он и есть. Ну и когда Борис Ямпольского, слава богу, никто не арестовывал, у него уже после его смерти была напечатана в журнале «Знамя» замечательная повесть «Московская улица» в Москве с 40-х годов, и были напечатаны совершенно замечательные воспоминания о Олеше, «Да здравствует мир без меня» и о Гросмане. Вот. Ну вот, когда врач узнал, что Борис Ямпольский, не тот Борис Ямпольский, не тот Юрий Милославский, да, вот, он всё равно оставил его в санчасти, он работал фельдшером. Ну, можно я на секундочку вас перейду? Да, конечно. Микрофон-то есть. Я отдохну, я отдохну пока. Так надо, не всё это всё говорите. Говорите? Да тут и так слышно без микрофона. Понятно. А вот здесь же лежит книжечка о приложении, их там мало осталось, несколько штук, «Избранные минуты жизни». Это книжка самого Ямпольского, вот, и там, что в том числе написана эта история о том, как его действительно Тигран Францевич оставил лекпомом, лепилой, да, по-моему, потому что он принял его за автора книжки «Зелёная шинель» Бориса Ямпольского, который был старше лет на 10, да, по-моему, да, Никита? Наверное, не знаю. Но в лагере, как вы понимаете, там, в общем, возраст, потому что он уже был доходя, да и совсем, и доходил, и, конечно, там возраст был без электронов. Простите. Наоборот, спасибо. Чем чаще будет такое происходить, тем лучше. Здравствуйте, Таня. Заходите. Вот, да, дальше меня снова будут прерывать, с хронологией у меня не всё хорошо. Присаживайтесь. С хронологией у меня не всё хорошо. Поначалу Борис Ямпольский не имел возможности жить в своём родном Саратове, потому что он не был реабилитирован, жил он в уральском городе, был на разных работах, работал... Работал оформителем в кинотеатрах, ну, где только не работал. Вот. Реабилитировали его только в 1962 году, и тогда он, собственно говоря, приехал в свой родной Саратов. А реабилитировали его так поздно, что тот человек, по чему доносу его посадили, сделал карьеру и был прокурором города Саратова, если я не ошибаюсь. Вот. И когда он, Борис Ямпольский, осел в городе, то вот он занялся тем, что называется самоздатором. Я опять раз перебью, ладно? Конечно, а то и рассчитано. Этот человек, который в 1962 году, ну, то есть раньше, на 1956 еще, ведь надо было, если вы знаете, о реабилитации нужно было просить. Когда вас арестовали, об этом просить не нужно было, о реабилитации нужно было писать заявление, вот прошу меня реабилитировать. Если ты жив, как я понимаю. А? Если ты живой, потому что. Ну да, если ты живой, собственно. Ну, или просили родственники. Ямпольский долго думал, целый год писал это заявление, а когда в ссылке уже почти все в Карпинске, где он тогда жил, поразъехались, и, в общем, он остался один, он все-таки поставил это заявление, и заявление это попало к человеку, который вот в начале 1941 года, когда их арестовали, он был студентом, он входил в эту их компанию, но он был студентом юридического факультета. И он действительно, там были его показания, он был лжесвидетелем, потом на суде выступал, и когда, а потом он стал прокурором, и в 1962 году это дело с его этими лжепоказаниями попало в иммунореабилитацию. И 11 пункт из 58 статьи он снял, а 10 и оставил. Поэтому его не реабилитировали, его реабилитировали только, когда уже этого прокурора сменил другой, и тот уже его реабилитировал. Все, простите. Да не просите прощения, все нормально, все правильно, вы еще не раз меня прервете, потому что вы же лучше знаете всю историю. Вот, а мне-то что. Вот, и вот там, в Саратове, он занялся самоздатом. То есть он ездил в Москву и привозил из Москвы непечатные стихи, непечатающиеся стихи. И не только стихи, но, как мне пояснила Алла Яковлевна, на и прозу. Вот, в Москве он сошелся с очень многими интересными и важными для культуры, так скажем, людьми. Вот, но среди всех современных ему поэтов он делал, он выделял Бориса Слуцкого, которого он считал не без оснований, самым значительным поэтом второй половине XX века, о чем он, собственно говоря, и писал своей подруге и многолетней корреспондентке Нине Шубиной. Отрывки из этих писем я поместил в предисловие, поскольку они очень интересны. Более того, он даже подружился с Борисом Слуцким и не раз останавливался у него в Москве, и Борис Слуцкий посвятил ему одно стихотворение, спасибо вам за добрые слова, о которых для меня не пожалели. Вот, а в одном стихотворении он просто упомянул благородную самоиздатскую деятельность Бориса Импольского и его товарищей в двух городах лишь Праге и Саратове, а почему, не понимаю сам, меня любили, ратовали, и я не помню, вот сейчас забыл, к сожалению, извините. Вот, но мы посмотрим, в это стихотворение есть, вот тут очки, да, вот, и самоиздатская деятельность Бориса Импольского продолжалась до начала 70-х годов, когда, ну, условно говоря, его сам издатский кружок был разгромлен, когда их стали вызывать на допросы, после одного из этих допросов Нина Карловна повесилась, вот, Юрий Леонидович Болдырев и Борис Яковлевич Импольский были вынуждены покинуть город Саратов, была напечатана разгромная статья, если я не ошибаюсь, в саратовском журнале «Коммунист», вот, с надписью «Позорного столба», вот, Борис Яковлевич Импольского, сначала Борис Яковлевич Импольский работал в Петрозаводске, потом перебрался в Ленинград, где работал ремонтником, ну, ремонт, рабочим по ремонту лифтов, лифтов в организации лифт-ремонт-монтаж. Вот, что же касается Юрия Леонидовича Болдырева, то по рекомендации Бориса Импольского, Борис Слуцкий взял его к себе в лицсекретарей, и, в общем, не прогадал, потому что после смерти Бориса Слуцкого Юрий Болдырев сделал всё, чтобы Борис Слуцкий и его не печатающиеся стихи стали широко известны. Я это выяснил, ну, я это всегда знал, и он же издал трёхтомник Бориса Слуцкого, в общем, по сию пору наиболее полное собрание стихов Бориса Слуцкого. Вот, и то, что Юрий Леонидович Болдырев широким веером, как это, от пуза, автоматной очередью, раскидывал повсюду стихи Бориса Слуцкого, я выяснил, когда стал работать вот с этим сборником, потому что, когда мне его показала Алла Яковлевна, то я, просмотрев его, сказал, что там очень много стихов, которые нигде не напечатаны. Там есть стихи, которые печатаются впервые, есть варианты стихов, там, Нечаевцы, Ахматовой, вот, которые нигде не были напечатаны. Но когда я стал работать там, спасибо сотрудникам нашей библиотеки, с их, скажем, библиографическим указателем, русские и советские писатели-поэты, то я с большим удивлением убедился в том, что многие стихи были напечатаны, просто они не были напечатаны в сборниках, которые издавал Юрий Болдырев, и не были напечатаны в трехтомнике. Но они были напечатаны, ну, я не знаю, там, в журнале «Крокодил», в газете «Ветеринарта Татарстана», там, в газете «Советский спорт». То есть, по-моему, не было периодического издания, в которое Юрий Болдырев не отправил бы хоть одно стихотворение Бориса Слуцкого. Ну, вот, ну, вот, когда, ну, собственно, теперь я перехожу к самой истории с этим сборником. Ну, опять же, жду, когда меня поправят и прервут без всяких обид. Когда... Значит, во-первых, можно, да? Ну, вот, видите, я же знал. Ну, мне неудобно, нет, нет, нет. Почему неудобно? Давайте, давайте, во-первых, действительно, когда... Значит, я польский базил из Москвы, в первую очередь, от реабилитированных своих друзей, а потом уже это кругами расходилось, да, потому что это были те годы, когда, как вы представляете, многие еще помнят, наверное, когда интерес к тем, кто возвращался из лагерей, был, конечно, очень высок, да, это были 60-е годы, начало, конец 50-х, и поэтому, ну, вот, например, не экспериментируйте, просто говорите. Да, хорошо. Например, когда он попал к... Господи, Никита, я забыла, Семен, Гензбург, как ее звали, мать, как все назвали? Евгения. Евгения ее звали, вроде как, да, Евгения ее зовут. Тут люди, которые больше меня знают, так что к ним обращайтесь. Когда он был Евгений Семенович, например, то ей в это время звонил Пинский, и она хвасталась, вот, вот у меня такой человек, кто в гостях, и с лагерей, кто в гостях, вот он сидел. А как же, почему у меня его нет? Приведите, значит, вот ко мне. Вот так это все получалось. Это я говорю потому, что не то, чтобы он приезжал в Москву знакомиться со знаменитостями, это все было наоборот. Обратно. Знаменитости знакомились, вы поняли. Вот. И вот уже Афинского, действительно, он разил очень много сам из дата, причем совсем не только стихи, а самые страшные там было, и Афарханов, и все, что угодно там было. И Нина Кармана повесилась, покончила с собой, потому что она боялась, что она не выдержит и выдаст эти московские связи. Вот в чем было дело, потому что у Нины Кармана когда вызвали первого человека из этого Саратовского круга, то Боря сказал всем немедленно все уничтожить. Нина Кармана жила в коммунальной квартире, соседкой ее была ее родная сестра, но у этой сестры была семья. У Нины Кармана никого не было, кроме друзей. Ну и возьму я грех на душу, потому что в общем как-то это уже почти об этом уже говорится вслух. В общем, это сестра, ей очень нужна была комната Нины Кармана. на кухне, на общей коммунальной кухне был погреб, где хранилась картошка, и вот за эту картошку Нина Кармана весь самоседат и спрятала. И когда пришли после очень длительного допроса, она совершенно была измучена, и когда ее привезли домой, то они почти сразу пошли в этот погреб. Вот, вот что я наверное хотела сказать, простите. Никита, пожалуйста. А вот не прощу. Вот еще расскажут, простите, не прощу. Да, так вот, это семьдесят... Нет. Нет, это было семьдесят первые. Семьдесят первые, в шестьдесят втором году его реабилитировали. Его реабилитировали в конце декабря шестьдесят второго года. А это уже был семьдесят семьдесят первые годы. семьдесят первые. Что же, сколько он успел? Март, по-моему, тринадцатая марта, когда они на конвес, ну в общем, марта семьдесят первого года. Андроповская часть. Вот, ну вот, ну, чуть вперед, вернемся на первое, да? Значит, ну и когда Юрий Болдырев начал работать над трехтомником, то вот он... Я прошу прощения, вот я еще что-то хотела сказать, сказать, я помню, что я еще что-то хотела сказать. Дело в том, что Борис Яковлевич Немпольский умел действительно очень хорошо рисовать и очень хорошо рисовал. и вот как Никита уже говорил в тридцать седьмом году к Пушкинскому, значит, так называемому юбилею. Он еще тогда учился в школе и послал свои работы на этот социализм конкурс. и этим он каким-то образом спасался уже впоследствии в лагере тоже, потому что он рисовал там для начальников всякие картины и каким-то образом этим тоже в лагере спасался. То есть у него было ремесло в руках и когда в 72-м году была эта статья опозорного Табаку, то есть разбирается, что шло целый год, но все-таки после восстановительства Николова это просто так свернули на нет, никого не посадили, но предложили, действительно, многих очень уволили с работы там со всякими плохими характеристиками и Юрия Леональдовича и Борисовича предложили покинуть, посоветовали покинуть город. Юрий Леональдович на это время, в это время работал уже не в кинетическом магазине, он работал уже в детской библиотеке и печатался, он печатался эти кинетические статьи, но он понимал, что после этой статьи и после вообще всего этого дела у него не было вообще никаких перспектив где-то печататься и вообще какую-то получить работу, да, потому что если импольский будущий художник мог устроиться и он действительно устроился в Китановоцке там в какой-то библиотеке художников, то Юрий Леональдович просто бедствовал в Китановоцке именно поэтому да, вот Юрий Леональдович писал письмо Слодскому с просьбой взять Юрий Леональдович леональдович секретарем потому что он просто бедствовал очень серьезно спасибо он ему посылал письма и писал зачем вы посылаете письма в авиаконвертах они идут столько же сколько и простые письма а стоят на две копейки дороги так спасибо да так вот когда Юрий сейчас опять перерыву точно так что вот так вот когда Юрий Болдырев взял с работы над составлением трехтомника он взял себе в помощь сначала взял себе в помощь Бориса Импульского но вот тут между ними произошел некоторый спор некоторые разногласия в связи с тем что Юрий Болдырев старался издать как можно более полно Бориса Слуцкого что представляет из себя большую задачу непростую потому что Слуцкий это поэт который ну ощущал себя поэтом профессионально то есть вот у него такая профессия ему страна дала задание писать стихи по таковой причине он писал стихи каждый день то есть с утра садился и как урок выполнял значит в связи с этим у него стихов невероятное количество то есть если издавать ну стихи Слуцкого все и не только которые были напечатаны но и которые были не напечатаны так это бальзак получится я видел его архив и то не весь это каждый день человек писал вот поэтому тут большой вопрос с отбором Емпольский стоял на той точке зрения что нужно выбрать самые лучшие стихи вот но тут же вопрос субъективный во первых во первых вот тут уже не действительно когда в 86 году Борис Абрич умер и Георгий Анарич они очень близкими были друзьями вот часто у нас бывал и до и после всей этой истории и после смерти Слуцкого разумеется пригласил Емпольского для того чтобы помочь ему разбирать архив и тут действительно произошло такое принципиальное расхождение в подходе к этому наследию Слуцкого потому что действительно Юрий Леонардович хотел как можно полнее это была уже перестройка это уже было на носу на носу 90-й год трехтомник вышел в 90-м году но трехтомник вышел в 90-м году мы говорим о разногласии о разногласии в 86-м то есть уже была на носу перестройка и идея Юрий Леонардовича была публиковать Бориса Слуцкого без купюр потому что он действительно это Никита лучше меня расскажет очень многие стихи как он говорил блокируют действительность в этом стихотворении я им руки ломаю я им ноги рублю вот и идея Юрия Леонардовича была вот наконец представить его широко без купюр каким он в общем на самом деле и был как можно полнее Борис Яковлевич считал что оно конечно правильно но в первую очередь он хотел издать вот такой вот этот вот сборник лучших стихов отобрать для того чтобы показать читателю чтобы заманить читателя показать ему лучшие стихи с Луцкого а потом уже показывать полным так сказать вот таким полным негодом вот в этом была принципиальная разногласия не то чтобы он вообще не хотел печатать всего Слуцкого всего наследия но он считал что сначала можно издать вот такое избранное спасибо спасибо ну в общем там ну есть конечно проблема в том что считать лучшим да то есть тут возникает вопрос цепная ласточка по-моему одно из лучших стихотворений Бориса Слуцкого но в этот сборник она не вошла да а в трехтомник Юрия Боларева вошла то есть тут вопрос такой субъективности но не важно но дело в том что после этого расхождения Борис Тимпольский стал составлять свой сборник который он назвал мой Слуцкий и вот собственно этот сборник на листочках отпечатанных остался ну и Алла Яковлевна решила его издать показалось сначала его мне я сказал что конечно надо издавать потом мы с Аллой Яковлевной нашли замечательного человека Геннадия Петровича Комарова какого совершенно удивительного издателя надо вам сказать издателя у которого по-моему нет мобильника которому очень трудно дозвониться и электронную почту которого я добыл усилиями Штирлица вот тем не менее он прекрасно работает у него работает Пушкинский фонд его издания его издательство в котором издаются поэты и вот он любезно согласился издать этот сборник сборник стихов ну осталось их откомментировать я их велико возможно откомментировал вот то есть собственно говоря написал где они были напечатаны если к этим стихам находились какие-то какие-то прозаические эссеи Слуцкого у него есть такой сборничек называется история моих такой текст история моих стихотворений я разумеется их вставлял в комментарии потому что это очень важно и интересно Борис Слуцкий был одним из тех поэтов которые очень хорошо понимали что они делают и что они собственно хотят сказать ясность и отчетливость у него всегда присутствовала поэтому это очень интересно ну прочитать историю его стихотворений вот лирического тумана у него было очень мало что для меня является плюсом а для кого-то минусом вот собственно говоря да чем интересен этот сборник ну конечно тем что там есть и непечатающееся стихотворение и есть варианты стихов например вариант стихотворения посвященного Ани Ахматовой да вот известное стихотворение посвященное Ани Ахматовой оказывается имел вариант довольно любопытный вот я рискнул его сейчас найти прочитать да если я конечно найду его к сожалению а может не найду а нашу вот какой я молодец 151 вот довольно любопытно посмотреть как что сначала у Слуцкого было а что получилось потом ну что сначала было это известное стихотворение но я его все-таки прочту вслух потому что я его очень люблю вот тем более что мы тут недалеко нет довольно далеко от Ахматовского дома и я с той старухой хладно вежлив был знал недостатки уважал достоинства особенно спокойное достоинство холодный ледовитый пыл в ее коморке оседала лесть как пепел после долгого пожара с каким значением руку мне пожало и я уразумел тесть любит лесть республиканец с молодых зубов не уважал я это королевствование весь вид ее осанку шествование весь мир господ а значит и рабов а может быть я в чем-то и не прав в эпоху понижения значения людей она вручила назначение самой себе и выбрала из прав важнейшие те что сама хотела какая б чернь при этом как бы ни свистела какая челядь как бы ни тряслась не гневалась какая власть я путь не принимал но это был путь при почти полном бездорожье он был оплачен многого дороже и я ценил холодный грустный пыл но по-моему это лучшие стихи посвящен и она отматывает просто лучшие но тем не менее у него есть вариант в котором тоже есть свои достоинства начинается он почти так же и остой старухой хладно вежлив был знал недостатки признавал достоинства но обожал спокойное достоинство ценил спокойный охлажденный пыл старуха интересовалась мной следила с любопытством без восторга смотрела в сторону того востока где восходил я тихо стороной что нас объединяло в те поры взнесенные над нами топоры совместно мыканное горе и то что спорщиков объединяет в споре ну вот собственно говоря то что я хотел сказать про эту книгу да еще добавить очень важный момент связанный в том числе и со Слуцким дело в том что Борис Импульский писал такую новеллистическую книгу о лагере и написал ее сейчас меня поправит Алла Яковлевна она называлась 58 да 58 ну цифры статья 58 там были рассказы о тех людях с кем он пересекся в концлагере эту книгу он показывал Слуцкому Слуцкому она очень понравилась вот и эту книгу понимаешь что да и даже послал какой-то рассказ один из рассказов послал в новый мир но из нового мира пришло сообщение что тема эта к сожалению сейчас уже закрыта вот ну и когда начались все беды связанные с его самоздатским кружком он эту свою 58 спрятал вот потом шло время в некоем тайнике в Саратове потом шло время и ему позвонил Григорий Бакланов и сказал что раньше можно было про Ленина теперь про Сталина теперь можно и про Ленина поэтому мы хотели бы напечатать вот ваш сборник 58 выяснилось что Слуцкий говорил своему бывшему соседу по писательскому дому Григорию Бакланову о том что вот есть такой человек Борис Ямпольский и у него есть такие рассказы и когда Григорий Бакланов стал редактором знамени он предложил Борису Яковлевичу Ямпольскому напечатать означенные тексты Борис Ямпольский приехал в Саратов пошел свой двойник но выяснил что там этих рассказов нету у него было предположение что эти рассказы изъяло изъял комитет государственной безопасности ну вот Яла Яковлевна обращалась в саратовский отдел теперь уже ФСБ но эти рассказы там найти не могут ну собственно говоря вот такая печальная история так сказать некая глосса к тому что рукописи не горят если их не жгут ну вот собственно все что я хотел сказать и смог сказать я думаю что меня дополнит еще раз Алла Яковлевна да Алла Яковлевна да возьмите спасибо за внимание и терпение Спасибо большое Никита Юрьевич во-первых я хочу объяснить почему нас тут так много представить вам представить вам болезнь польского младшего что вы маленький мальчик такой вот и его друзей одна школьников как это называется по гимназии его приятели по гимназии в которые он носится которые очень любезно без всякого с моей стороны нажима и с Боринова тоже потому что он этого не умеет делать им понравились стихи они сами их выбрали и они их почитают правда вот я хочу вам представить Соня Лёва и Алиса и это опять же Борис Химпольский младший ой можно я покляюсь извините это очень интересно и дорого вот ну например для меня потому что у нас конечно были споры с издателем и в частности он хотел некоторые некоторые стихи Бориса Слуцкого изъять но у нас была жесткая позиция что ну раз мы издаем то что составлено человеком а человек умер то как мы можем с ним не посоветовавшись это изымать но один из аргументов один из аргументов геннадий федорович комарова был тот что некоторые стихи слуцкого очень далеки от современной молодежи они и не понравятся и будут непонятны и в частности он говорил о том что крепко надеясь на неудачу это не для современной молодежи им такой милитаризм не близок а это действительно любопытное стихотворение крепко надеясь на неудачу на неуспех но не так как у всех я не беру мелкую сдачу и позволяю себе едкий смех твердо веря в послезавтра крепко помню позавчера и я не унижусь до азарта ведь это еще небольшая игра а вы играли в такие игры когда на компасах пляшут иглы когда соборы точно заборы падают копителями пыля и полем ровным как для футбола становится земля а вы играли в сорококрадостный мороз пехоту вжатую в лед и крик комиссара нервный и радостный за родину там еще кое за что вперед охотники рыбаки бродяги творческие командировщики с хорошо подвешенным языком а вы тянули свои бодяги не перед залом перед полком ну и он сказал что вот это вот советское такое оно коммунистическое оно не пойдет и я своей падчерице ну примерно такого возраста как вот эти ребята почитал это стихотворение она говорит ого как здорово ну вы же разная молодежь же правда ну да пехота вмерзшую в лед да ну ладно тогда послушаем детей спасибо кто начинал цель оправдывала средства и устала обсудила дело трезво перестала средства стонут пропадают зной их морет цель же рук не попадая руки в море как делаю стихи стих встает как солдат нет он полет рук что обязан возглавить бросок отрывает двух обмороженных рук землю всю гелину всю весь песок стих встает а слова как солдаты лежат стих встает и кругом и души вспоминает про избы про жен про ребят подними их разбороши тогда полет рук впрочем что же я вам говорю стих хватает нога бьет слова рукоятью по головам бьет сапогом бьет слова по ногам и слова из словесных окопов встают выползают из-под словаря и бегут за стихом и при этом поют мироздание все натерят и хватаясь зачеркнутые за живот умирают смирные тихи вот как роту в атаку подъемлют и вот как слагают стихи да спасибо самое интересное что это стихотворение было напечатано всего один раз в сборнике память только не в первом сборнике память 57-го года а в сборнике память 68-го года Лазарем Лазаревым и самое интересное что это стихотворение которое конечно жуткое вот самое интересное что это стихотворение вот именно это стихотворение не было напечатано Болдыревым в его сборнике вот как делать стихи оно напечатано не было. А напечатано оно было только один раз. Кстати, по-моему, стихотворение «Как меня принимали в партию» тоже было напечатано всего один раз в 1957 году и больше не перепечаталось никогда. Вот. Ну, спасибо. Давайте следующий. Лошадь в океане. Лошади умеют лаваться, но нехорошо, недалеко. Горье по-русски значит слава, ведь вам заполниться легко. Чел корабль, своим названием гордый, океан старался перевозначить. В треме, добрым отравом ловили. Тысячи лошадей тотал из день и ночь. Тысячи лошадей. Подков четыре тысячи. Счастья же они не принесли. Минный корабль пробил днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодку, жутки влезли. Лошадь погуляет просто так. Что же им было бедным делать, если нет места на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров. В море в синем, остров плыл в недоле. И сперва казалось, плавать просто. Океан казался им рекой. Но не видно у них где-то края. Но исходил из лошадиных сил. Вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали. Все на дно, походу не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль. Рыжих. Не убедишься в земле. Спасибо. По поводу этого стихотворения я вот включил рассказ Слуцкого о том, как он его написал. Написано в 1551 году «Летом в большую жару». Я снимал тогда комнату близ Даниловского рынка у интеллигентного переплетчика Терушкина, купившего часть дома, в котором жили Фредины. Иными словами, жил по месту прописки. Единственный раз за 11 лет. Обычно, когда участковый приходил к Фрединам и спрашивал, а где Слуцкий? Что-то я его не вижу. Один из сыновей назывался Слуцким, тем дело и кончалось. И так я жил по месту прописки, но комната была жаркая. На кровати лежал матрас со стальными пружинами особой конструкции, такими, что спать было невозможно. Рядом учил уроки Андрей Терушкин, мальчик, сын хозяина. Я уходил из дома и подолго бродил в окрестностях, где тоже было жарко, но ни Андрей, ни матраса, которые надо было разлежать собственной спиной, не было. Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленными немцами в Атлантике. Жора вычитал это в каком-нибудь международно-политическом журнале вроде «Нового времени», откуда обычно черпал вдохновение. Я начал писать с самого начала со строк «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко и очень скоро». В те годы я писал еще очень медленно, написал все. Правил после мало. Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знания предмета. Почти. В открытое море я попал впервые лет 15 спустя. Правда, как плавают лошади, я наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную речку. Это сентиментальное, небрежное стихотворение до сих пор самое у меня известное. Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне в Париже в 65-м, что он эти стихи заприметил. Но рыжие и гнедые разные масти. Даже Смеляков, рассуждая о том, как составлять циклы для антологии советской поэзии, в числе других приметок привел. Ну, у Слуцкого надо взять лошадей в океане, физиков и лириков, еще что-нибудь. Стихи так нравились Эренбургу, что я их ему посвятил. Когда, познакомившись с Марьей Степановной Волошиной, я читал ей анчутки о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение. Напечатал лошадей сорнов в «Пионере» в 1956 году, как детское стихотворение о животных. Это обстоятельство тогда веселило моих знакомых. На лошадей написано несколько музык, говорят, нищие пели в электричке. На вечерях первые строчки иногда встречались хохотком публики, медленно привыкавшей к нешуточному повороту дела. Мне до сих пор понятны только внешние причины успеха – сюжетность, трогательность, присутствие символов и подтекстов. Это никак не объясняет успеха стихов у квалифицированного читателя. Спасибо. «Господи, Федор Михайлович, я ошибался, грешил. Грешен я самую малость, но повиниться лишил. Господи, Лев Николаевич, нищебессовестен я, мне только радости славить блеск твоего бытия, Боже. Владимир Владимирович, я отвратительней всех, словом скажу твоим. Вы, мальч, вы, не изменяя этот грех. Трудно мне с вами и не о чем. Строгие вы, господа, вот с Александром Сергеевичем проще и грех не беда. Спасибо. Спасибо. Ну, спасибо большое, дети. А вопросы какие-нибудь будут, да, я так понимаю. Вопросы есть? Можно я еще расскажу? Да, конечно. У меня вопрос, вот это автор-составитель, комментатор. Я не автор и не составитель, я автор предисловия и комментатор. Спасибо. Я хотел бы уточнить один момент про комментариев, если надо. Да. В этом сборнике стихи, которые публикуются первый раз. Нет, надо приходить вовремя. Я же уже рассказал, что нет. Да, но как-то не отчет. Роки, значит, и нет. Что? Нет, ну есть там 20-20. Нет, есть стихи, которые публикуются впервые. Есть. Есть или нет? Есть. Ну, приходить вовремя надо слушать внимательно. Есть. Есть. Да. Да, я послушаю вас. Не, я наеднике передаю, я просто хочу уточнить текстологическую сторону дела. То есть, это не авторизованные тексты, я правильно понимаю? Вот я не понимаю, что такое, я в этом... Что, простите, что... Что значит не авторизованный? Я не филологический коллега, еще раз, я вообще дилетант во всем. Значит, эти стихи сохранились у Бориса Яковлевича Ямпольского. Эти стихи были получены им от Бориса Абрамовича Слуцкого и перепечатаны им. Рукописи, вот, рукописного варианта этих стихов я не видел. Для того, чтобы получить рукописный вариант того или иного стихотворения, нужно ехать в Москву и идти в архив. Я этого не сделал. Значит, еще раз, для тех, кто пришел поздно... Слушайте, Никит, я пришел раньше, чем вы начали говорить. Правильно? А что же, значит, я плохо говорил, значит, это я виноват. Надо было послушать внимательно, извините, Илья. Значит, я хочу сказать... Так, да? Можно я обстрелить? Секунду, да, весь ответ, а что... А все-таки, может быть, кто-нибудь встанет и выключит свой телефон, который звонит все время? Чей телефон звонит? Боюсь, что мой. Я хочу сказать, что помимо вот этого того, что Борис Яковлевич собрал под названием «Мой слуцкий», это лежит вот тут вот, справа в коробочке такой красненькой, вы можете видеть четырехтомник самый датский, который тоже собран им польским. Вот он собран как раз из рукописи, которую ему давал Борис Абрамович. Больше того, там даже есть, вот в этом сборнике, там даже есть подпись Слуцкого и какие-то где-то опечатки, он сам исправлялся, все наручно исправлял Слуцкий. Вот этот вот черненький четырехтомник на желтой рентгеновской бумаге. Я ответила на ваш вопрос, да, Илья? Да. Ну, я хотел Никиту спросить, потому что его... Ну, Никита ушел. У кого-нибудь еще есть вопросы? Нет, есть вопросы. Не надо перебивать. Татьяна, конечно. А, Пахмел Чкова. Никита придет, когда она... Я не ему задам вопрос тогда. А ко мне нет вопросов? Вам вопрос. Да. Знаете, я не филолог, я единогеорфизик. На самом деле, купил я то, что издал в Болдаре, сразу как это было издано в конце 80-х годов. Мне доносилось. 21. Что там, Асилович? Что Сулутский попал в психиатрическую клинику из-за того, что он серьезно пережил, что он сыграл, в общем-то, ключевую роль, что Бориса Леонидовича исключили из-за писателя. Ну, насчет ключевой роли это вы себя преувеличиваете? Что такое? Это вот к вам вопрос. А, ко мне? Значит так, это мои любимые вопросы. Я сразу вспоминаю великого русского писателя Николая Семеновича Лескова. Лик Парасольки сиял радостью. Он узнал самое дорогое для интеллигентного человека гадость про ближнего. Вот это вопрос из того же разряда. Ситуация с Борисом Пастернаком я обсуждать здесь не буду. Никакой ключевой роли Борис Слуцкий, в исключении Пастернака, не сыграл. Он говорил на трибуне, он был на трибуне ровно три минуты. Он говорил о том, что нехорошо советскому писателю печататься за границей. Это был их общий, для всего этого поколения, общий принцип. Но он был председателем партбюро. Он был секретарем партбюро. Борис Леонидович Пастернак не был членом партии. Поэтому дело в том, дорогой товарищ, что есть... Не знаю, кто вы. Вы часто бываете, но что-то я у вас как-то странный какой-то. Как-то стараюсь не фиксировать. Вот, значит, видите ли, в чем дело? Для меня главное в человеке его дело. Извините. Алло, иди нафиг. Ну, если я не отвечаю, значит, не звони. Позвони позже. Все. Все, все, все. Все, все, все. Для меня главное в человеке его дело, которому он служит. Борис Слуцкий служил поэзией, писал отличные стихи. Великолепно выразил и отразил свое время и человека в этом времени. Его ситуация, связанная с Пастернаком, требует особого разбора. А не радостного выкидывания вперед с криком «А вот знаете ли, что он вот так выступил?» Не знаю, как вы бы выступили. Боюсь, что еще хуже, если бы вы попали в такую ситуацию. Да я знаю, когда вы выступали. Тогда все выступали. И я выступал. Все мы тогда были героями. Вот. Так что не надо. А? Где вы? Господин Патриев, если вам что-то не нравится, можно... Это же не на тему. Ну почему? Тоже на тему. Это тоже на тему. Это, в общем... Я уж не говорю о том, что Борис Слуцкий после совершения этой своей ошибки весьма страдал, так сказать. Да. И весьма, в общем, он никогда не позволял себе каяться, да, потому что это было не по-мужски. Но это была для него серьезная заноза и серьезный удар по душе. И расковыривать это вряд ли нужно. Особенно с такой злой радостью и с такими веселыми вопросами, да. Вот. Дескать, как же это вы так устроили? Такое, как вы могли. Вот. Я так ответил. Извините за резкость. Да, Вячеслав Аминалович, Долин, я хочу спросить. Да, у меня вопрос был у профессии Борис Яковлевич, и вот он, когда вернулся, приехал где-то, он работал в лифт-ремонтаже, да? Профессия называлась электромонтер. Электромонтер, а не электромеханика-входчика? Борис, что вы правы, да, наверное, вы правы, да. Да, дело в том, что целый ряд литераторов питерского анденграунда того времени работали в лифт-ремонтаже, именно на должности электромеханика-входчика. Эта должность имела, ну, большие преимущества. Это 17 часов, а потом 2 суток выходной, потом снова 17 часов и так далее. Так и было, и обходчик мне нравится, потому что он действительно обходил их, да, да, скорее всего, да, так это и называлось. Вполне такая, что входит для литераторов дома. Спасибо. Да, а руководителем лифт-ремонтажа был, как выяснилось, потом, впоследствии мной, мой тесть. Ой, замечательный был человек, а не очень... Нет, нет, это был не Зайцев, а Акулин. Зайцев был бригадиром, а Акулин был руководителем всей этой организации. Это я не знаю. А Акулин не знаю. А вот я знаю Акулин. Так, у кого еще есть вопросы? Если позвольте, я хотела бы что-то рассказать. Я хотела бы рассказать историю, довольно, с моей точки интересного, с моей точки зрения, и как они познакомились, эти два Бориса, Борис Никольский и Борис Лоцкий. Я немножко вернусь назад в лагерь, вот когда уже имбольского, доходившего совсем, он рассказывал, что он как-то проходил по территории лагеря в бараке, мимо барака, в стекле. Понимают, что это его должно быть отражение, но он себя не узнает совершенно. Вот он уже таким был, доходя бы совсем. То есть, просто, конечно, его спасли. Ну, я знаю много историй лагерных, я сейчас не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что вот когда его оставили этим самым на лагерном языке лепилой, в центральной лагерной больнице, то в его обязанности входило разносить порошки, там леток тогда не было, по-видимому, лекарства были в порошках, он вот эти порошки разносил больным, а потом бумажки отбирал, чтобы больные не курили, потому что у многих были проблемы с легкими, там туберкулез был, конечно, и все, что такое. И вот один, как Боря мне рассказывает, ну, я знала его уже потом здесь, очень красивый, молодой, совсем парень, как потом выяснилось, они были ровесники, он даже был на несколько месяцев младше, такой с пышными пшеничными волосами, сенеглазый, и он его на плохом русском языке попросил, дай бумажку, он говорит, тебе зачем вирши писать? И это был польский еврей, молодой, который в 1939 году побежал из Польши, спасаясь в Советский Союз, ну и попал в лагерь, значит, где-то, наверное, уже в 1940 туда доехал, до Северного Урала, на импольский, приехал в 1942. И, в общем, вот так они в этой больнице лагерной познакомились, вот эти два любителя поэтии, и он сам писал, это Валькарль Ивич Розенгольц, он сам писал стихи и очень любил стихи, и вот они и читали друг другу стихи. И Борис читал ему Мандельштама, а Розенгольц, Карл, читал ему Тувима, и, в общем, так они обменивались стихами. И вот с тех пор они были очень близкими друзьями, они потом вместе жили в ссылке какое-то время. Потом, когда... Потому что Розенгольцу, по-моему, дали Карлу только пять лет, одни десять, и он довольно рано освободился. Ехать ему было некуда, понятное дело, что там после войны же, это там вообще в Варшаве, он понимал, что никого не осталось, он кончил... Нет, он учился тогда, начал учиться в Варшавском университете. Вот, и возвращаться ему было некуда. И Боря отправил его к своим родителям в Саратов. И он жил под Саратовом, потому что в Саратове он жить не имел права, он просто туда приезжал иногда, и вечером уезжал. Жил он, будучи туберкулезником, он работал на цементном заводе и спал в цементной печи. Потому что там было тепло, да? Да, наостывало. Вот, но потом как-то все-таки наладилось в жизни, и он уехал, он женился, уехал сюда, в Ленинград. А Боря жил в Саратове, и они продолжали переписываться. И, разумеется, они обменивались стихами и новостями, книжными кто что читал, где что многое опубликовали. Вот, а потом как-то Юпольский, когда был в Москве, то он пошел на поэтический вечер, вечер поэзии, где должны были читать поэты свои стихи, там должен был Слуцкий быть, а он увлекся Слуцким еще в лагере в 56-го года, или в 57-й, да, спорник памяти? 57-й год, сборник памяти. 57-й год, сборник памяти. До этого еще какие-то были публикации в литературной газете. Вот, а это уже был, наверное, 60-й где-нибудь, первый год, вот так, 62-й. Потому что когда сняли комендатуру, да, в 56-м году в лагере комендатуру сняли, а в комендатуре, находясь в ссылке, ты должен был каждую неделю отмечаться, что ты тут не сбежал. А когда комендатуру сняли, тогда вот он и уже стал из ссылки ездить в Москву. И вот когда они пошли с Львовом Славиным на этот поэтический вечер, где должен был быть Слуцкий, потом выяснилось уже, когда они пришли, что Слуцкого не будет, что-то там у него не сложилось. И он сказал Славину, что вот как жалко, вот я вот так хотела на него посмотреть, его послушать. И Славин сказал ему, это было уже после вот этого самого собляния, о котором сейчас мы вспоминали. И Славин сказал, знаете, вы ему об этом напишите, скажите, позвоните, ему это очень надо, он будет очень рад, вот вам его адрес, вот его телефон. Вот, но Ивгольский, конечно, постеснялся писать и не звонил, но написал о Слуцком, вот о том, о его стихах, конечно, написал письмо вот этому самому Карлу Розенгольцу, когда уже он вернулся в Саратове, да, он послал ему в Ленинград это письмо, а копию этого письма, того, что вот он думает о Слуцком, он послал Слуцкому и приписал, что я пишу обратный адрес, просто, чтобы письмо не выглядело анонимным. Вот так они познакомились. После этого Слуцкий его, значит, ответил, пригласил, и с первого вечера они, в общем, стали друзьями, он у него остался ночевать, потому что уже было некуда уже идти, так, ну, у него было два-три часа ночи. Вот, и с тех пор приезжая в Москву, он часто очень останавливался у Слуцкого, особенно, когда Тани не было. Не будите почитать стихи, посвященные им польскому? У вас хорошо получается? У кого? У вас, где требующий вас, все хорошо получается? Нет, не все. Нет, Илья, извините, я только сейчас понял, насчет авторизованного варианта, нет, в том смысле, работали мы по рукописям? Нет, конечно, нет. Так что, в этом смысле, ваш вопрос абсолютно справедлив. Так что... Нет, я вообще не успел задать вопрос, мы для него еще не нашли, он не включался немного в другом. А, ну, тогда давайте спрашивайте, пока я ищу. Ну, тогда я дал, прочитайте стихи, а потом мы вернемся. Нет, нет, давайте так, пока я ищу, спасибо вам за добрые слова, вы задаете вопрос, да? Чтобы не было про это самое, давайте. Вот у нас тут есть желающие почитать. А у нас есть желающие, все, чтобы задать вопрос. Давайте. Ну, вы нашли, спасибо вам. Что будем делать? Ну, вот сейчас зададут вопрос, а потом я прочту стихи. Давайте. Меня просто интересует, ну, есть ли у вас некоторые соображения, как у человека связанного с филологией, о том, что собой это представляет? Раньше вообще такого не случалось, правда же? Если стихи печатаются в неавторизованном варианте, в котором нет подтверждения технического, что вы действительно написал этот человек. Обычно в советской практике такие стихи попадали в раздел дубия, переписываемые. Тонко. Мы видим, ну, смену некоторых паралитм, нечто другое. Меня просто интересует, как комментатор вы это осмыслили, каким образом. Вот в чем состоялся. Неплохо. Просто нокаут. Спасибо. Вот поэтому я и есть филолог. Не филолог-дилетант. Смело вам скажу, что несколько стихотворений Слуцкого, несколько стихотворений, которые напечатаны впервые, я напечатал как стихотворения Слуцкого, поскольку я сомневаюсь, чтобы их написал Борис Емпольский. Да? Вот. Конечно, по-хорошему надо было бы поехать в архив и разыскивать их там. Вот. Но вопрос справедливый. То есть, всякий раз, когда вы видите... То есть, ну да, мне... То есть, мне... Я полагаю, что это стихотворение Слуцкого. А что? Да, да, пожалуйста. Значит, сейчас, насколько мне известно, есть такой человек, которого зовут Андрей Крамаренко, который этим занимается. он в архиве в московском добывает все, все, что нигде с него... Ну, он даже как это тоже проверяет, все, что не было опубликовано, или какие-то варианты, и везде, где может печатать. Сейчас выйдет его публикация в «Новом мире», выйдет в «Знамени», выйдет в «Ирасалимском журнале». Но беда в том, что он работает по тетрадям вот, Слуцкого. И беда в том, что, ну, с моей совершенно непосвященной точки зрения, я не хирург, и совершенно к этому не имею никакого отношения, но мне кажется, что он не делает этими публикациями Слуцкому большого слуга. Потому что, как вот Никита Львович тут в комментариях писал, когда Слуцкий говорил, что я печатаю стихи первого сорта и тридцать первого сорта, то, например... Да говорите вы, даже если не слышат, все равно услышат. Кто говорил, что не надо, лучше бы он этого тридцать первого сорта вообще не... Бродский. Бродский, Бродский. Бродский говорил, да, что лучше... А, Бродский, да? Бродский говорил, да, что лучше бы он эти стихи тридцать первого сорта вообще не печатал. Вот. Кроме того, я уже говорила, Илья, может быть, вы не слышали, что на этих сборниках, тут, конечно, не только стихи, не только из этих сборников, но, например, на этих сборниках есть авторские направки самого Слуцкого. На этих четырех томат, да? Да, на этом четырех томатике. Мы будем смотреть по этому поводу. Да, конечно. Как у Пилова. Понимаете, какая... Вот здесь сидят люди, которые все со школьных времен знают стихотворение Пушкина «Чаадаеву. Любви, надежды, тихой славы». Так вот, это стихотворение... Лукописи этого стихотворения не существует. Ну, не существует рукописи стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия», на чьем основании делается вывод, что это написал то ли Висковатов, то ли Васильчиков. Ну, извините. Да, есть, вот я вдруг понял, есть такое окольное доказательство того, что... Ну, окольное и странное, но интересное. Дело в том, что когда я увидел стихотворение, которое мне очень нравится, я знал ходы и выходы, я ведал, что почем, но я не выбрал выгоду, беду я предпочел. Мне руку жали гадины, подлее не найдешь, ну и так далее. Вот, они бы немцев выдали меня за медный грош. Вот, но я не взял, не выбрал, и мне теперь легко, как лист из книжки выдрал и бросил далеко. Вот, оно нигде не напечатано, мне казалось, было. Мне казалось, что оно нигде не напечатано. Но когда я смотрел библиографический указатель, то я убедился в том, что Юрий Леонидович Болдырев это стихотворение напечатал. То есть, он-то работал с рукописями. Вот, то есть, понимаете, да? Я вот, не понимаете? Включите голову, еще раз. Вот я вижу стихотворение, я знал ходы и выходы. Оно напечатано у импольского. Мне кажется, что я его нигде не читал. Значит, оно, вот если бы оно было здесь напечатано, оно было бы напечатано, если бы я его нигде не читал, нигде бы не нашел. Оно было бы напечатано с надписью, напечатано впервые. Да, понимаете? И вы бы сказали, авторизованный ли вариант. Но это стихотворение, как выяснилось, я знал входы и выходы, было напечатано Болдыревом, который работал по рукописи. Понимаете, о чем я? Не в трехтомнике? Нет, не в трехтомнике, конечно. Понимаете, нет? Ну ладно. Вопрос в этой связи. А наследники Слуцкого вообще существуют? Конечно, конечно, конечно. А ну как, он же, у него был брат Ефим Абрамович Слуцкий, очень крупный оружейник, который работал на Тульском оружейном заводе. И, собственно, когда Слуцкий, когда у него случилась душевная болезнь, и когда он вышел из очередной клиники своей, он же после смерти своей жены в течение 10 лет ничего не писал и не раз оставался в клиниках. Но вот после последнего выхода из клиники, он, кстати, и сказал так, что после смерти Таньки я написал 200 стихотворений и сошел с ума. Его эти самые стихи, посвященные жене, это вообще потрясающе. И он уехал к брату, к Ефиму Абрамовичу Слуцкому, который жил в Туле, и там он у него и жил, и умер. Кстати, умер 23 февраля 86-го года. И поэтому по всем законам его наследницей является дочка Ефима Абрамовича Слуцкого, да, тут какой-то Фегина, Любовь Ефимовна, по-моему, да. Вот, правильно? Нет, нет, не Любовь. Ох, Господи, я, простите, я что-то забыл, просто забыл. Но, конечно, первое, что нам сказал Геннадий Федорович Комаров, который издатель и знает, как надо, первое, что он сказал, чтобы мы немедленно связались с наследниками, мы связались с ней, написали ей письмо. Вот, она ответила любезно, что, пожалуйста, сколько угодно, печатайте. С ней списался Геннадий Федорович Комаров, и она вот... Приезжал ее сын и взял с удовольствием целую пачку книг. Так что, да, ну, сын, да, у нее сын японист какой-то, так что такой интересный мальчик. Кстати, что уж совсем интересно, и о чем я узнал совсем недавно, двоюродный брат Слуцкого, его кузен, был одним из создателей самой крутой разведки мира, Масада. Он, кстати, жив до сих пор, кузен Слуцкого, и у него отдыхал... Масад, разведка израильская. Нет, не Слуцкий, а его кузен. Вот, он жив до сих пор, и, кстати, у него как-то раз отдыхал, ну, племянник Слуцкого, на пенсии, с хорошей пенсией военной. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. А, да, надо прочесть стихотворение, хотя, не знаю, удастся ли мне его. Ну, хорошо, я прочту это стихотворение, посвящено Борису Импольскому. Это авторизовано точно, потому что есть письмо. Это авторизовано. Спасибо вам за добрые слова, которых для меня не пожалели, за то, что закружилась голова гиперболы, прочтая параллели. В претензии останусь я едва ли, хотя, конечно, в честь такого дня вы чуть преувеличили меня, прикрасили и прилакировали. Вы выполнили славную задачу, мешками фраз засыпали провал, перехвалив меня за недохвал, воздав старицею за недодачу. Стою под сладостным и золотым, дождем неисчислимым и несметным, и впитываю влажную латынь присущего моменту комплимента. Ну, спасибо. Еще вопросы будут? Я слишком знаменитым не бывал, но в перечнях меня перечисляли. В обоих, правда, вовсе не в начале, а к концу поближе. Часто пребывал в двух городах лишь, Праге и Саратове. А почему, не понимая сам, меня ценили, восхищались, радовали. Я был благодарен голосам, ко мне донесшимся изданий дали, где почитатели меня издали. Ну да, как совершенно справедливо заметил Юрий Леонардович Болдырев в своем комментарии к этому стихотворению, скромно не пояснив, что это, собственно говоря, он и им польские были почитателями, что вообще-то говоря, в Праге-то Слуцкого в переводах издавали типографским способом, а в Саратове сам и с датским. Почувствуйте разницу. Спасибо. Так, ну что, мы вас утомили уже все. Простите, а правда ли, что Болдырев был похоронен в одной ограде в Сословске, да? Он так и не стал похоронен, конечно. Да, да. Мы немножко подложим. Где заключение было, где польский? Это был Северный Урал, Базстрой, Богословский алюминиевый завод, Базстрой. Богословск – это бывший, то есть, наоборот, нынешний Карпинск, а бывший Богословск. Карпинск – это Северный Урал, это уже там, за Полярным кругом. Я была там. И там рядом был Карпинск и Краснотуринск, там два лагеря. Он в зоне был? Он, конечно, он в зоне был 10 лет, а потом он там был. Если 10 лет он там был, или его... Ну, он был в разных, разные Олпы, это называется, отдельный лагерный пункт. Мне не надо, разъясните. Да, простите. Вот. Но в основном это был, и там была вот центральная больница, это тоже был какой-то Олп, центральная лагерная больница. И в основном, да, только на Северном Урале, он больше нигде не был, да. Но там был на разных Олпах. А потом, в ссылке, это 12 километров от лагеря. Карпинск, вот Богословск, 12 километров от зоны. Спасибо. А потом второй раз он не был рисован, нет? Второй раз не был. Нет, можно сказать. Ну, вот в 71-м году, нет, не было рисунок, но могу рассказать одну смешную историю, подвиг разведчика, если бы не очень устали. Как он, когда прошли обыски, проходили, это уже было тогда по всей стране, все андроповские, эти чистки самоздацкие. Вот, и вот в 71-м году, когда это было дело, самоздацкое в Саратове происходило, их целый год таскали на допросы. И однажды им Больского попросили, они же сваливали в мешки, да, все, и потом увозили. И, в общем, были, хоть, конечно, по его же свидетельству, эти следователи с 71-го года сильно отличались в лучшую сторону, имея в виду эрудицию от следователей с 41-го года, они бы уже не написали, да, что, товарищи, это антисравитское стихотворение написано им, польское. Вот, вот, но, тем не менее, в самоздаце они разбирались плохо, и его попросил генерал Васькин такой, попросил его помочь разобрать вот эти мешки самоздаца. Поскольку ему было интересно, что там отбирали, потому что он, в общем, был в курсе того, у кого что могли взять, и что все-таки они взяли, то он согласился на это делать. И вот он сидел несколько дней вот за таким длинным столом в кабинете следователя, тут, значит, был Навалин самый знак, сзади, вот он сидел со стороны короткого конца, да, торца, а там сидел следователь. Сзади была дверь, и, разбирая, он видел, что там стихи Слуцкого, вот, видимо, авторизованные господин Магин. Вот, нет, не авторизованные, потому что он узнал машинку Юры Болдырева. Вот, вот такую машинку пишу еще. Он узнал машинку Юры Болдырева, и он их откладывал так в стороночку, да, он работал несколько дней этим занимался, и вот эти стихи Слуцкого он какую-то там отдельную стопочку откладывал, потому что он понимал, что лучше бы их, лучше бы они не попадали туда, в Казуга. И в один прекрасный день у следователя, у него была поршневая ручка, дети наши не знают, что это такое. Чернильная. У него кончились чернила у следователя, и он пошел, значит, заправлять ручку, вышел, и Польский быстро засунул за пазуху эту пачку стихов, но он думал, что он пойдет в соседний кабинет и будет там набирать чернила. А он взял бутылочку и пришел тут же обратно. И вот он сидел весь взмок, он сидел до конца дня, и не понимал, видел он это его движение, когда он засунул за пазуху эти стихи или нет, но все обошлось, он так их и вынес из КГБ. Вынес, да. Вынес, да. Вы знаете, я вспомнил по поводу авторизованности. Вы знаете, Илья, ведь и стихотворение Пушкина, и стихотворение Лермонтова «Прощание мотой России», они печатаются не в дубе, хотя, как мы справедливо заметили, нет рукописи этого стихотворения. А есть стихотворение Некрасова, рукопись которого точно есть, потому что оно было написано к письме Логинову, бывшему другу Некрасову, Некрасова, который стал цензором, и вот, проехав таможню в Кёнигсберге, Некрасов написал экспромт Миши Логинову, цензору, который боролся с теорией естественного отбора Дарвина. Оно было напечатано всего один раз в 1923 году Эхенбаумом. А больше его нет в полном собрании сочинения Некрасова даже в отделе Дубио. Хотя оно, несомненно, не Дубио, это Некрасов. Ну, первые четыре строчки всем известны, последующие четыре строчки я прочесть не посмею, потому что там сплошной мат. «Выехав из Кёнигсберга, я подъехал к той стране, где не любят Гутенберга и находят вкус в говне». Ну, там дальше вообще идёт полный атас. Вот, так что, а его не печатают. Он печатали один раз в 1923 году, хотя оно абсолютно авторизовано. Такое тоже бывает. Всё? Есть вопросы? Час 25, мы работаем, и я бы хотела, чтобы Алла Яковлевна сказала про книги, которые она принесла сюда и… Есть книги, которые здесь продаются по скидочной цене, и кто успеет, тот может в комплекте взять книжку Бориса Янбургского. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!